Насколько я сейчас понимаю, национальной идеи как таковой вообще нет, есть интернациональная идея. И, к сожалению, мир катится к глубокому глобализму, так скажем, к объединению всех, смешение всех в одну кучу, к полной потере лица национальности. Видимо, это связано с огромным количеством людей, и с тем, что когда возникает такой вот, действительно, земной шар так заселяется густо, естественно, его надо контролировать. И чтобы контролировать, ну, это не моя цель контролировать, это цель тех, кто управляет миром. И, так сказать, склонность к монополизму, к, так скажем, к желанию, как сказать, традиционное желание захватить и обладать всем миром, оно, конечно, порождает определенные направления, так сказать, идеологические. И, прежде всего, сейчас это связано со смешением, с контролем и так далее, и так далее. То есть, чтобы все, значит, объединились в какое-то одно племя, так скажем, мировое, так сказать, очередная Вавилонская башня. А мы будем весь через компьютеры, через систему банков, через электронные карты, всех вас контролировать, так сказать, и держать на кнопочке. Все это как бы... И, соответственно, вот эта идея сейчас и есть, наверное, национальная. То есть, иди в банк, то есть, человека превращают в электронного раба. А все будет хорошо, только может очень плачевно закончиться, на самом деле. Но это уже вторая тема. А первое, что национальная идея, безусловно, нужна была в свои исторические моменты времени. И при царе она была одна, да, потом у нас была другая. Все-таки, как говорится, мир труд май. Хотя бы такая идея тоже неплоха была, да, когда люди стремились что-то делать своими руками. Сейчас национальная идея, к сожалению, сводится, вот это безобразие к тому, что не пейте и не курите. Понимаете, когда нет никакой идеи, это происходит подмена. Когда нет в мозгу у правительства то, придумать, а ради чего люди должны жить, созидать, строить, когда уже, так сказать, непонятно для чего строить. Мы все строим непонятно для чего. Потому что фактически в нашей стране нет промышленности, нет производства, все это разрушено. Зачем человеку идти на работу? Ну вот в этот же момент ему запрещают пить, курить, там, так сказать, в кафе, в ресторанах и так далее. То есть ему еще отрезают досуг. А что это за существо, извините, такое, у которого нет досуга, нет никаких маленьких радостей, да? То есть, естественно, это обрушивается чей-то бизнес просто-напросто. И, так сказать, тот же ресторанный бизнес и так далее. Подсекается, так скажем, все же имеет и второе дно, так скажем. И вот сейчас происходит это подмен национальной идеей вот такими здравоохранительными, так сказала бы, мероприятиями. Давайте все будем бегать и так далее. Доходит до абсурда. Ведь говорят, вот сейчас мне рассказывали, что в Америке уже дошли, у нас есть друзья, которые рассказывают, что если ты не ходишь в фитнес, то ты, в общем-то, изгой. И люди вынуждены, те, кто не хочет ходить в фитнес, они приходят на работу со спортивной сумкой ради того, чтобы изобразить, что а вот я был в фитнесе. То есть, понимаете, вот эта вот общественная такая мораль, все живем по шаблону. Людей превращают, еще раз я говорю, в электронных рабов с определенным стереотипом мышления. Все должны заниматься спортом, все должны не пить, не курить. Вот так вот все это заменяется тем, что потом мы все пойдем в банк, дружно положим туда свои бабки и будем ходить с электронными картами, а мы вас через некоторое время чипируем всех. Привет, ребята. Так что готовьтесь к худшему.